Всем привет! Дядя Юра делится своими мыслями на матч третьего тура группового раунда Лиги Чемпионов между клубами Ливерпуль и Рейнджерс. Информация будет полезна слушателям, которые привыкли думать своей головой, а не слепо следовать советам других. Смотрим, как соперник отыграли второй тур этой Лиги Чемпионов. Ливерпуль дома обыграл Аякс 2-1. Хозяева после неудачного выезда в Няполь имели большое преимущество, создали кучу голевых моментов, однако победу добыли в самой концовке матча. Аякс имел всего два шанса забить гол, один из них он реализовал, а второй, увы, не реализовал. А забей Дани Блинт свой момент на 75-й минуте при счете 1-1, и Ливерпулю бы было очень сложно спасти этот матч. Все решилось на 89-й минуте, когда мяч после удара головой Матипа пересекли линию ворота Аякса, и защитник выбил мяч уже из-за линии ворот. Рейнджерс дома крупно проиграл Наполи 0-3. Героем матча стал вратарь хозяев Макгрегор, который до 68-й минуте чудом умудрялся сохранять свои ворота в неприкосновенности, отразив два пенальти подряд Зелинского. Однако третий пенальти от Политана Макгрегору отбить не удалось, хотя вратарь был очень близок, чтобы отбить и третий удар. В концовке матча Рейнджерс полностью посыпался, дав возможность итальянцам забить еще два гола. В последнем матче команд Ливерпуль выиграл последние три матча, все они были результативными. Рейнджерс крупно проиграл два последних выезда, причем в сухую. Последние шесть матчей с участием Рейнджерс были результативными, 10 из 11 последних матчей шотландцев были результативными. Прогноз на исход матча, ну фаворитом конечно же идет Ливерпуль, кто бы сомневался. Мерсесайцы отлично начали сезон, выиграв суперкубок Англии у Монсити. Однако в чемпионате команда Клоппа сразу же начала буксовать. Возможно, что вынужденная пауза, связанная с похоронами королевы, пошла на пользу команде. Если в Днеаполе англичане выглядели плачевно, то в домашней игре с Аяксом были хозяевами положения, хоть и выиграли с трудом. Рейнджерс, мягко говоря, не впечатляет в этой группе. В норме эту игру должны уверенно выиграть хозяева. Тоталголов. Рейнджерс в последнее время более 90% своих матчей играет очень результативно. Команда зачастую забивает и очень много пропускает. Оборона шотландцев просто какое-то решето. И если бы не МакГрегор, ситуация была бы просто катастрофической. В норме предстоящая игра имеет большие шансы закончиться с крупным счетом. МакГрегор не может постоянно спасать свою команду. Ливерпуль показал в игре против Аякса очень низкий КПД реализации своих голевых моментов. И в предстоящей игре может быть все наоборот. Обе забьют, да нет. Но тут сложно сказать. Рейнджерс не забивал в предыдущих двух матчах этой лиги чемпионов. Ливерпуль как-то не отличается надежностью в обороне. Можно рискнуть поставить, что будут забивать обе команды. Подводим итог. Ожидаемый вариант, конечно же, это победа хозяев. Можно даже с фуры минус полтора, коэффициент 1.51. Оптимальный вариант тотал больше 3.5, коэффициент 1.92. Тут даже если и Рейнджерс и не забьет, Ливерпуль запросто может четверочку отгрузить. Ну, доходный вариант. Тут сложно что-то такое придумать. Пускай счет на удачу 2.1 на первый тайм. Коэффициент сношебательный 14.50. Ну, а почему бы и нет. На этом все. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.